Боже мой, нет, я не взрослая девушка. У меня была вчера прям какая-то глиттерная пати, но меня, правда, не предупредили, что я на нее пойду. Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля, и я сейчас лопну от удовольствия, потому что мы сегодня вместе с вами будем тестировать новинки от бренда Pet Magret. Мы попробуем новые румяна, попробуем четверку теней с красивейшим дуохромом, попробуем помаду. Помада, кстати, не является новинкой, это оттенок Divine Rose, это уже достаточно старая бывалая помада, но все же ее мы тоже на меня нанесем, и сделаем мы вот этот макияж, в котором я сейчас сижу перед вами. Если вам интересно, то не переключайтесь, заваривайте чай, кофе и поехали. И начнем мы, пожалуй, с румян. Румяна, как видите, чуть-чуть поменьше, чем палетка, вот такая вот разница, и румяна тоже идут в таком красивейшем новом оформлении. Мне очень нравится эта упаковка, она качественная, она красивая, и ее я тоже по традиции не буду выкидывать. У Pet единственные упаковки, которые не хочется выкидывать. Здесь, как всегда, оформление в черном цвете, маркая-маркая упаковка, на которой всегда остаются пальчики, и вот здесь она открывается. А почему она не открывается? Так, что-то пошло не по плану. Почему она не открывается? Я же снимала видео в инстаграм, у меня все хорошо открывалось. Резюмирую. Механизм открывания румян у меня, похоже, немного бракованный, потому что, когда я закрываю крышку, потом уже при нажатии крышка не открывается. Внутри румяна выглядит вот таким образом. Я специально брала тот оттенок, который не будет ни розовым, ни персиковым. Что-то вот ни туда, ни сюда, чтобы подходило как можно к большему количеству макияжей. Давайте будем наносить. У меня кисточка от Refor 05. Кстати, если вам интересен обзор на бренд Refor, на кисти Refor, то пишите. У меня уже собралась немаленькая такая коллекция. И будем наносить. Набираются румяна очень хорошо. Вау! Вы знаете, в жизни не кажется тумачно. На камеру я смотрю, и на камере пришла Марфуша. Марфуша, привет! Срочно исправляем ситуацию кистью с тоном. Ну что ж, вот такой результат вышел. Мне на самом деле все очень-очень нравится. На самом деле красивый цвет. Как видите, щечки даже немножечко сияют. Румяна с сиянием. Но при этом они очень и очень красиво смотрятся. Они совсем чуть-чуть все же подчеркивают текстуру кожи. Вот совсем капелюшечку. Но это на самом деле из-за того, что у меня текстура сложная. Поэтому такой результат и выходит. В целом мне результат нравится. Румяна достаточно пигментированный. Можно стать Марфушей. Но в жизни все смотрится очень даже неплохо. В жизни у меня не яркие рыжие щеки с самовары. Но на камере я напоминаю то, что цвета могут выглядеть немного иначе. Потому что стоят два достаточно мощных софтбокса. Которые могут видоизменять то, что вы видите на экране. И как раз таки, когда я смотрю сейчас видоискатель камеры. Мне хочется застрелиться. Потому что на камере почему-то все смотрится очень пигментированным, ярким. Пришла такая нарумяненная Марфуша. Но в жизни все неплохо. В общем, поверьте мне. В жизни смотрится достаточно прилично. И я бы даже рассмотрела еще один оттенок покупки. Что же мы будем делать дальше? Тестировать палетку или помаду? Давайте, наверное, палетку. Потому что губы без теней смотрятся как-то странно. И палетка тоже в этом же самом оформлении. В картонной коробочке. И тоже черный пластик у палетки. Палетка точно такая же по размеру, как и предыдущие четверки. Здесь нету special shade. Но при этом здесь очень интересные оттенки. Здесь у нас один матовый, достаточно темный, светлый шиммер. Который пэт кладет практически в каждую свою палетку. Вот такой красивый бронзовый оттенок. И звезда палетки. Это дуахром. Дуахрометон я даже не могу передать. Из какого оттенка в какой. Это что-то одновременно красненькое, оранжевое, желтое. Под некоторым освещением посмотришь и даже увидишь какой-то салатовый зеленый. В общем, очень красивый, интересный дуахром. Он мне даже чуть-чуть напоминает Наташу Денону оттенок инфранюд. Там тоже такой перелив из какого-то красновато-оранжевого в немного салатовый зеленый. В общем, очень красивый оттенок. Я уже один раз успела использовать эту палетку. И то я использовала только дуахром. И мне уже есть что сказать. И честно говоря, я немного побаиваюсь делать сейчас вместе с вами макияж. А все потому, что летел этот дуахром и осыпался просто страшно. Блестки у меня были вчера, когда я красилась на работу. Под глазами, на носу, на губах, на подбородке. И даже каким-то образом блестки очутились у меня в бровях. Вы понимаете? В общем, это была катастрофа. Надеюсь, что сегодня будет хоть чуть-чуть, да получше. Итак, приблизила камеру. И начну я, пожалуй, с коричневого карандаша, которым сделаю небольшую стрелочку. Дальше берем матовый оттенок. Вот такой вот красноватый. И будем подтушевывать стрелку и также наносить во внешний уголочек. Ой-ёй-ёй. Ё-ёй-ёй-ёй. Кажется, кто-то не подумал. Однако очень и очень даже пигментированно. Я удивлена. Хотя, чему я удивляюсь? У пэт всегда все очень пигментировано. Дальше давайте, пожалуй, посмотрим на вот этот красивейший бежевый оттенок. Я боюсь то, что после нанесения доохрома мы его, скорее всего, не заметим. Он будет вообще ни разу не привлекателен для нас. Поэтому мы нанесем его сейчас. Предварительно я сбрызну кисть на всякий случай фикс плюсом. Потому что, ну как я уже говорила, тени достаточно сильно сыпятся. Вы это тоже видите. По-моему, это просто какая-то магия. Ну что ж, теперь давайте переходить к самому страшному и самому волнительному. То есть к доохрому. Скрестите, пожалуйста, там за меня пальчики. Надеюсь, что это всё не осыпется. Наношу пальцем. Вот, посмотрите, какой красивый перелив. Ладно. Юля, держи себя в руках. Ты взрослая девушка. По крайней мере, я на это надеюсь. Боже мой, нет, я не взрослая девушка. Как же мне это всё нравится. Я взрослая-взрослая сорока, которая любит подобные сияшки. Ммм, просто красота. Очень красиво смотрится. И сейчас, кстати, гораздо меньше полетело блёсток, чем вчера. За что спасибо? Блин, это просто бомба. Как же, как же мне нравится. Безумно. Ну и на внутренний уголочек давайте добавим вот такую светлую сияшку. В общем, дальше я нанесу тушь, я нанесу карандаш на слизистые, сделаю всё то же самое на нижнем веке. И вернусь к вам. Ну что ж, я наконец-то перестала на себя смотреть. Зеркало, да столько сильно мне нравится результат, а такое бывает крайне редко. Теперь давайте перейдём, наконец-то, к последней части, то есть к помаде. Помаду я брала не из этой коллекции, каюсь. Там был оттенок тоже в этой коллекции новый, но, честно говоря, мне по свочам та помада показалась очень бледно-розовой. Я на себе бледно-розовую не люблю, поэтому и не стала подобную помаду брать. Ну зачем? Чтобы её потом не использовать, на мой взгляд, ну так себе затея. Поэтому я взяла помаду в оттенке Divine Rose. Это, наверное, самая популярная помада, так же, как и всё у Pat McGrath с названием Divine Rose. Предварительно я нанесу, конечно же, карандаш, чтобы это было хоть немного прилично. Такой карандаш. Чтобы вы понимали, где я тут роюсь, это у меня коробка с косметикой от Vivienne Sabo, на которую я тоже готовлю обзор. И, думаю, он выйдет в следующем после этого видео. Итак, стираю то, что у меня нанесено. И нанесу карандаш Vivienne Sabo оттенок 01. Вот такой вот из серии Le Grand Polyum. Помада идёт в стандартном футляре Pat McGrath с вот такими губками. Очень приятный футляр. И помада выглядит крайне странным образом. Я постараюсь сейчас приблизить вам изображение. Она такое ощущение, что немного припылённая, она немного текстурная. Очень сложно передать, на самом деле, на камеру и словами, как она выглядит. Но выглядит, прямо-таки, скажем, странно. И оттенок у неё вот такой красивейший, конечно же, розовый. Какой же мог быть ещё оттенок с названием Divine Rose? Ладно, давайте наносить. Ну что ж, вот такой оттенок у помады вышел. Мне, на самом деле, нравится. Но в камере мне нравится больше, чем в жизни. В жизни он чуть больше светленький, светло-розовый. Я бы, наверное, не знаю, честно, чего бы я хотела. Наверное, я уже просто придираюсь. Нет, на самом деле, помада красивая. Смотрится она хорошо. Не совсем она подходит к этому макияжу глаз. Наверное, сюда бы как раз-таки идеально вписалась помада от Charlotte Tilbury Pillow Talk. Но формула помады очень приятная. Она мягкая, она кремовая. Она буквально тает на губах, как только вы начинаете наносить её. И, в общем-то, смотрится она хорошо. Губы не липкие. И ощущения комфортные. Помада просто класс. Вот такой финальный результат у нас вышел. Я безумно-безумно довольна. Мне всё очень нравится. Крайне редко я так кайфую от макияжа. Давайте теперь обсудим ещё раз всё, что мы попробовали. Начнём, пожалуй, с румяшек. Румяна Nude Venus оттенок, напомню, здесь достаточно большой объём. 9,7 граммов. Дурацкая упаковка, которая у меня заедает. Надо, кстати, написать PET. Быть может, они мне вернут часть денег за эту дурацкую упаковку. Но, на самом деле, румяна очень красивые. Они рыжеватого, такого персикового оттенка. Но при этом оттенок достаточно нюдовый. Он не супер вырвиглазный. Румяна достаточно пигментированные. Если наносить неаккуратно, можно стать морфушенькой. Но при этом оттенок очень красиво смотрится. Дойдёт небольшое подсвечивание кожи. И, в общем-то, практически не подчёркивает текстуру. Мне нравится. И я даже куплю ещё. Палетка, как ни странно, мне тоже очень понравилась. Называется она, напомню, Venus in Flurs. Надеюсь, правильно произнесла. Красивая палетка. Очень-очень она тёплая. Это ни разу не нейтральная. И уж тем более не холодная палетка. Но просто потрясающий с ней выходит результат. Честное слово. Обычно у меня палетки PET это что-то, ну, такое. То у меня с ними любовь, то у меня с ними ненависть. То у меня половина нравится, половина не нравится. Здесь мне нравится всё. Честно. Это крайне редкий случай, когда мне нравится у PET абсолютно всё. Абсолютно каждый оттенок. Матовый, хороший, достаточно пигментированный. Очень легко с ним всё делается. И очень просто красивейшая, потрясающая бронза, которая тоже может осыпаться. Поэтому лучше наносить влажной кистью. Красивый, светлый оттенок. Светлая сияшка. В общем-то, она и у PET светлая сияшка. И потрясающий дохром. Боже мой. Он всё же переливается скорее из какого-то красно-розового в более такой бронзовый оттенок. Если смотреть по тому, что я вижу на камере. А если смотреть на сам рефил, то тут и оранжевый, и жёлтый, и красненький, и розовый. И иногда можно увидеть что-то немного салатовое. В общем, очень красивый дохром. Но он состоит из очень крупных частичек. И он крайне сильно осыпается. Его рекомендую наносить либо очень-очень аккуратно и деликатно. Либо же вообще сначала наносить макияж глаз, а потом макияж лица. Иначе может быть катастрофа. Как у меня вчера, когда я красилась. И когда блёстки у меня были по всему лицу. И на скулах, и на губах, и на подбородке, и в бровях. В общем, блёстки были везде. У меня была вчера прям-таки какая-то глиттерная пати. Но меня, правда, не предупредили, что я на неё пойду. Я собиралась на работу так-то. В общем, очень будьте аккуратны с этим оттенком. Но кистью я его вообще не рекомендую наносить. Можно попробовать мокрой кистью. Можно попробовать его посадить на клей для глиттера. Но просто сухой кистью на сухое веко ни в коем случае. Это будет огромная ошибка. Я рекомендую всё же, наверное, наносить пальчиком. Я старалась приложить этот оттенок к веку. И потом уже чуть-чуть вот так вот его растирать. Таким образом было всё-таки чуть меньше блёсток, чем могло бы. Но они, конечно же, всё равно осыпались. И положительный момент в том, что они всё же достаточно быстро смахнулись. Но это было сегодня. А вчера, когда я пыталась это наносить и кистью, и пальцем, они ещё и не смахивались. И мне приходилось уже салфеткой для снятия макияжа всё вытирать. И было, конечно, плохо. В общем, палетка понравилась. Палетка класс. Палетка огонь. Если вы хотите что-то в подобной гамме, то на самом деле я вам очень советую. Я больше чем уверена, что вам понравится. И помада. Помада тоже мне понравилась. Оттенок Divine Rose. Не подвёл это розовый оттенок. Он и не холодный, он и не тёплый. Он нейтральный. Он не очень светлый и не тёмный. Он именно, скажем так, середнячок. И подойдёт отлично как для повседневных макияжей, так и для каких-то вечерних. Очень комфортная, мягкая формула, которая тает буквально у вас на губах. И ощущается она тоже очень и очень хорошо. Мне пока что всё безумно нравится. Ну что ж, вот такой обзор у нас с вами вышел. Пишите в комментариях, понравился ли вам итоговый результат. Хотели ли бы вы что-то приобрести. Или, быть может, вы уже что-то приобрели из этой коллекции. И у вас есть своё собственное мнение. По этому поводу, в общем, пишите в комментариях все ваши мысли. Будет очень интересно узнать как мне, так и другим людям, которые зайдут почитать комменты. И которые, быть может, думают над покупкой того или иного средства. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok